всем привет это родина слонов программа об исторических мифах об истории которую мы не знаем этих фактах которые вполне очевидно для ученых но по разным причинам прошли мимо нас меня зовут михаил родин 8 9 10 века в истории славян это очень важный период потому что в этот момент происходят бурные процессы государства образования не менее бурно складываются отношения с соседями и нам очень важно изучать этот период времени и эту историю однако есть славяне про которых мы знаем достаточно мало просто потому что их судьба сложилась немножко иначе у них не возникло своего государства у них не возникла своей историографии соответственно история их не записана я сейчас говорю о западных славянах которые жили на территории современной восточной германии и вообще прибалтики и мы про них еще совершенно недавно вообще практически ничего не знали потому что в письменных источниках они отражены очень слабо это только в разрезе завоеваний войн с ними и так далее но сейчас активно развивается археология и археология немецкая поставляет нам большое количество информации об этих народах и нам повезло мы нашли не только археолога который непосредственно занимается западными славянами и в последние десятилетия открывает все больше и больше информации о том как они развивались как они ассимилировались германскими племенами но еще и прекрасно говорит по-русски этого человека зовут йенс шнеевайс и сегодня мы поговорим с ним и о том как складывались отношения славян и германских племен ну а прежде чем мы начнем напоминаю в чем уникальность нашего проекта мы здесь не пересказываем информацию из старых книжек мы разговариваем с теми людьми которые делают науку здесь и сейчас добывают те сведения которые когда нибудь через несколько лет а может быть и десятков лет войдут в учебники истории и вы можете стать спонсором нашего проекта если оформите платную подписку на сайте прошлое .com slash donate если вы водитесь в россии или станете нашим патроном на сайте patreon.com если вы живете за границей и так начинаем разговор о западных славянах динс как я понимаю впервые славяне в районе эльбы с саксами то есть германскими племенами столкнулись где-то в районе восьмого века и насколько я понимаю у нас нет никаких письменных свидетельств то есть мы знаем эту историю только по археологии правильно не совсем как раз первые источники они с восьмого века которые в этом а об этом районе нам рассказывает и откуда мы знаем что там славяне археологические данные они доходят чуть подальше в глубину скажем так да то есть мы из источников и из археологических и из письменных источников знаем что в 8 веке в районе эльбе и в районе между эльбе и оде точно жили славяне то есть это мы уже без никаких сомнений мы знаем но то что мы не знаем и не узнаем из письменных источников это как они там появились то есть это это большой вопрос потому что источниках они там есть они там живут но там не описано как они туда доходили скажем так и это поэтому это один большой вопрос с которым ученые уже давно бьются скажем так и для этого археология играет большой урод ян шнеевайс археолог изучает фортификацию и поселение первого тысячелетия нашей эры в восточной и южной частях балтийского региона работает в кильском университете и центре балтийской и скандинавской археологии в шлезвеге преподает в геттингенском университете специалист в археологии европейского пограничья между саксами славянами франками и датчанами а они насколько я понимаю туда пришли не на пустое место или все таки там в этот момент не было активного населения своего местного это как я не знаю как по-русски то звучит там где-то это горячая . то есть это это самый большой вопрос то то что особенно в этом районе это то что там жили германские племена раньше то есть в периоде римского влияния в первых веках первого тысячелетия нашей эры там жили германские племена это доказано археологическими данными как на большом на большой территории южной батике но они как-то ушли оттуда то есть мы найдем археологические свидетельства там поселение могильники до 5 века и потом это все это все исчезает и мы археологически не видим поселенческая активность то есть это это тоже большой вопрос который активно обсуждается почему эти германские племена там уходят но это связано там с периодом переселения народов там многие другие вопросы почему именно вот такое движение и было ли такое движение как вы себе представляем или нет но то что для нас в этом контексте важно что в этом районе в южной батике нет таких свидетельств археологических скажем не позднее 6 века то есть самые последние где-то в начале 6 века а мы можем говорить что о том что это были как раз те самые годы которые откачевали на юг туда на юго-восток на это сложно это сложно сказать вообще-то думает что на эльве жили лангубарды в этом районе и они потом оттуда тоже ушли это конечно длительный процесс который начиналась начинаться уже где-то в конце третьего в четвертом веке и родилось там несколько поколения потом этот район зарастает лесом это мы знаем из полинологии это то есть это полинологические исследования которые нам покажут что там все за вас лесом опять и потом только в самом конце седьмого или в начале восьмого века опять появляется активность и она видимо связана со славянами а то что происходит или в этом промежутке между этими появлениями это большой вопрос и письменных источников нет и археологических свидетельств тоже очень мало скам есть находки есть отдельные находки но нет таких поселений могильники на то есть это единичные находки которые покажут что там были люди как-то а каким образом это остается открытым пока и можно думать разные стороны то есть то что мы ничего не найдем это конечно не значит автоматически что там ничего не было это легко сказать что там никто не жил но это такой момент который для меня достаточно интересен в археологии то есть это я называю археологическая видимость если так сказать то потому что очень много в нашем мире и вообще мы просто не видим своими глазами или своими методами и все равно археологические источники они покажут цвета только маленькую часть реальности письменные источники тоже говорят или нам дают информацию о определенной части реальности но это другая часть то есть это это не одно и то же и если допустим образ жизни людей которые жили где-нибудь выглядит таким образом что они оставят оставят после себя очень так не как не хорошо ловимые следы то есть тогда это для нас будет очень сложно их найти и мне представляется это сейчас такая гипотеза скажем так что было примерно так что вместе с лесом пришли в этот район люди которые которые жили вместе с лесом у которых был более мобильный образ жизни они не сидели там поколениями на одном месте строя поселения и и могильник ему конечно тоже не знаем как они похоронили свои покойные но там есть разные способы которые мы хорошо знаем из этнографии и так далее и многие из них мы просто не можем найти да потому что они не влюблены в землю или там есть много разных вариантов и люди просто не могут не оставлять после себя следов которые мы теперь можем заметить очень небольшие поселки которые постоянно перемещаются и не оставляют культурного слоя после себя и погребения которые легко теряются археологами я правильно понимаю что в девятом веке картина немножко меняется и мы уже видим более четкие какие-то ясные очертания славянского населения как это выглядит археологии до 9 века там уже без сомнения там есть поселения погребения все равно остается мало слишком мало то мы их плохо найдем это кремация и они без инвентария обычно там может быть там один горшок я незначительную очень поэтому это такой момент что мы их плохо найдем только с момента когда они перешли на ингумацию тогда уже мой лучше их находим но последнее мы находим ранее поселения там в девятом восьмом веке они тоже незначительные это углубленное углубление в то есть незначительный культурный слой но если сохраняется тогда он есть и землянки или полиземлянки на большое счастье и конечно керамика но другой момент который немаловажен абсолютная масса находок очень маленькая маленькая то есть мы найдем мало керамики и она не очень характерно один пример мы знаем как раз от его такое поселение ленцин 32 это это научное название этого поселения сейчас там там поле там ничего нет и там раскрыт достаточно большого площадь и найден почти десятку таких полиземьянков и разных ям и в целом там найденной если правильно помню сейчас 132 венчиков керамики то есть это это очень мало и и на это базе конечно сложно делать какие-то статистические выводы и так далее но это покажет тоже на то что я раньше сказал что люди люди жили достаточно просто и у них было немного вещей основная масса наверное из пересты из дерева но из таких материалов из органики как материалы которые не сохраняются и керамика была такая не очень не очень сложная и немного и это почему это важно это важно потому что если на этом же месте потом и в девятом десятом веке жили когда у них было 10 раз больше материала и культурный слой и это все перемешивается мы не можем мы просто не может найти узнавать эти ранние элементы потому что они исчезают эти черепки они не достаточно характерно что есть такая же керамика тоже может быть и в девятом и в десятом веке то есть мы их просто опять не видим поэтому я думаю что люди в это время там жили они пришли на территорию которая заросла лесом но мы тоже опять же не можем сказать что там никого не было наверное там было если люди тогда немного но это есть какая-то вероятность что не все люди ушли потому что это не с трудом представляется как все люди из одного территории просто так уходят не представляется так что это обычно люди которые могут это сделать это физические силы и люди старые люди они обычно остаются на месте и может быть и тоже какие-то молодые люди то есть некоторые люди могли бы там остаться но они видимо меняли свой образ жизни если остались и для более целого контекста важен и климатическое изменение которое происходило именно в это время это так называемый маленький летний пост не античный маленький летниковый период по-английски это будет лалия лет antique little ice age и это уже давно тоже известно но не совсем давно стало ясно что это вулканические как это эрупцион извержение извержение были причиной и это такой период длиной около 130 лет как раз с пятьсот тридцать шестого года до середины седьмого века примерно в которой происходили достаточно сильное похолодание глобальное и это значит что в это время было тяжело или почти невозможно заниматься земледелием этом северном районе европы поэтому людей которые здесь остались бы и и жили они не могли продолжать заниматься земледелием им пришлось я приходить на другой образ жизни и те люди которые уже были привык к жизни в лесу которые тоже там может быть по цикой занимались но и охотой и собиранием и так далее они для них это похолодание было не так страшно может быть даже наоборот потому что лес стало больше и в этом плане тоже больше места для жизни такой момент который тоже важен для именно вот этот темный период то есть у нас такая картина получается в этом регионе в районе ильбы было обезлесенная такая безлесный ландшафт где занимались земледелием потом похолодало соответственно стало невыгодно вот таким образом заниматься земледелием люди или ушли или вымерли и это все обратно начало заниматься лесами и вместе с лесами пришли славяне которые умели вести хозяйство удобные в этом в этом ну в таких условиях то есть это посечено огневое земледелие охота и так далее но там они встретились все-таки с саксами потому что насколько я понимаю по вашим статьям что славяне селились на восточном берегу эльбы на западном были сакса то есть германские племена чем они отличались и какие были взаимоотношения у этих двух групп начали не примерно равно но к сожалению не все так просто как хотелось бы да потому что как я говорю вот эти германские племена они ушли уже раньше то перед тем что происходило это похолодание то есть это это похолодание не может быть причиной понятно как всегда со сложнее другое мы знаем что с 8 века что это были славяне которые там жили но по моему это не автоматически значит что те люди которые пришли с лесом что это уже были славяне мы это просто не знаем потому что пока это это и эти люди вообще гипотезы но на каком языке они говорили мы не знаем то есть может быть и фенегурский и все что угодно потому что вот этот кто такой славян это это в разные времена это разные вещи и это все исходит из лингвистики то есть это связано с языком и на котором они говорят и мы археологическими методами это не можем ловить на каком языке они говорят это мы для этого нужны и письменные источники которые есть только с 8 века а как это славянский язык распространяется через всю европу это отдельный вопрос и это не обязательно такими же хода ходами как археологическая культура то есть это это тоже такое там много тонкости то есть это не автоматически автоматически все одно и то же к тому еще саксы саксы на левом берегу и бы они есть гораздо раньше уже упоминания саксов в источниках но опять же это могут быть совсем разные группы и сейчас думается что этногенез саксов очень тесно связано именно с этим воеваниями скалом великим в 8 веке то есть тоже они становятся этносом только с 8 века то есть примерно в то же время как и славяне в этом районе то есть это скорее всего это все связано друг с другом и они они встретились друг друга и опять же левый берег правый берег но если смотреть более тонко и точно это тоже не совсем совпадает потому что и славяне жили на левом берегу и саксы на правом берегу смотря где на или то есть это это такая примерная граница и это наверное уже самое главное точку потому что вы спросили а отношения между ними мои работой они как раз были на на реке веке его и была граница как минимум в восьмом веке восьмом девятом веке когда был франкская империя это довольно точно то есть там и мы имеем ахи археологические источники и письменные источники они совпадают в этом то есть у нас там есть подграничный пограничный пункт у нас есть укрепление саксонские и славянские на другом берегу то есть там все совпадает и материале смешивается и это для меня очень важно что есть если смотреть из археологической перспективы то есть на объекты которые мы имеем и это в первую очередь керамика там есть типично славянская керамика как мы ее любим и саксонская керамика которая очень так типична для сервера западные регионы германии а есть достаточно большая масса таких гибридных форм которые невозможно так так просто сказать что это славянская керамика и или сексонская это то что что-нибудь там между ними то есть это это или сосуды которые имеют чертах и того и другого или которые стоят действительно между ними и невозможно относить к одному и другому и это для меня достаточно большой доказательств того что переходы были такие главные то есть нет четкой границы и мне кажется что это и касает касалось язык и и люди тоже то есть конечно саксонский язык это германский язык славянский язык это другая семья но все равно я думаю что и там тоже мог бы такой главный переход и люди вмешивались в таких районах что тех времена не были такие границы как мы сегодня знаем такие четкие или государственные границы с постами и заборами конечно тоже были был такой пограничный пункт где контролировали но это был не паспорта или от нас там было главное товары чтобы не продавали оружие славянам то есть вот это контролировали контролировали и это по торговцы а люди которые там жили просто крестьянины вокруг они не играли такие такую большую роль то есть там там где сидел в городище кто имел то был хозяин этой территории да то есть это там такие пограничные зоны скажем так переходные зоны то есть характер был другой эти времена и так были языки это не так давно еще что возможно было услышать от говора человека из какой деревне он пришел на то есть это это мы сегодня не можем себе представить то есть но 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 раньше люди не были такие мобильные это жили в своих деревнях они ходили на ближайший рынок до или в соседней деревне а это был только маленькая часть общества который был гораздо мобильные то есть по-моему разница была ярче или сильнее между между слоями общества чем между этносом простой народ который тоже и элита они у них было совсем другой образ жизни но я возвращаюсь к вопросу потому что все равно конечно есть разница между саксами и славянами если так опять из археологической перспективы и образ жизни если возьмем 9 10 до 9 когда уже мы ловим это все точно и есть свидетельство и так далее у саксов были деревня мы знаем последенческие памятники и у них были двора разные дома разные дома с разными функциями по и большие жили дома в которых тоже держались год и разные другие дома и эти двора были ограничены скажем так огорожены до дорожены то есть мы и следуя этих этих дворов можем найти и у них были поля и мы знаем где были поля у них они держали скотт и там доля овца было больше чем у славян и видимо а ландшафт был более открыт меньше дерево ну да овец в лесу не попасешь и связано с этим то есть это это тоже германская традиция то есть такие же поселение они были тоже у германцев там там в первых веках нашей эры они развивались из них то есть это одна линия и связано с этим тип конструкции у них переставая конструкции которые за ним для которой нужно и меньше дерево с тобой и между ними там там другие стены которые строят у славян все это все это не было просто то есть мы знаем только вот эти полу землянки или надземные дома которые строили из дерева такие как это срубы ну асу да 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 срубные дома то есть стабовые дома очень тонны побывать и только в городе шах в поселенческих памятников только эти я мы найдем и и без особой структуры да то есть дома стоят как нибудь нет нет четких огороженных усадеб на которых живет там одна семья просто вот поселок состоящие до усадка это снова из когда нет усадеб у саксон саксов были усадки у славян нет видимо нет мы не видим и они не держали скотт в домах видимо они держали скотт в лесу и лес играла большой роль да то есть и скотт держали в лесу и строили и стировал очень много и и то есть там не было недостатка леса и где у них поля были мы тоже не знаем то есть мы знаем что у них в поселениях очень содержимый культурный слой и нередко этот культурный слой достаточно мощный и очень черный и такого мы не не видим нанять у саксов достаточно большие различия в археологическом плане и мы не хорошо знаем по какой причине вот этот культурный слой и черный культурный слой условия развивалась но это достаточно ясно что это связано с образом жизни с экономикой и скорее всего они у них были поля в близости к тамам к поселению в чертах поселения не представляется так как огород да то есть огород огородничество то есть это все очень сильно перекопано и поэтому мы много тоже и структур не найдем потому что есть например там там культурный слой 60 сантиметров он перемешанный очень богатый очень многие находки но структуру там надземных домов очень трудно ловим и мы найдем только то что глубже какие-то ямы там вот вот так примерно так и так это выглядит то есть основной с одной стороны маленькие поселения без особых структур без усадеб в лесу и с другой стороны факультетом открытка открытом ландшафте на большой площади поселения с усадками и славянские но это это все надо это такая очень общая картина напонятно даже на некоторых примеров да 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 сейчас мы не успеем просто подробно разобрать это все но на следующем этапе насколько я понимаю у славян появляются городище что это такое как они выглядят как они устроены эти городища они но есть и ранее славянские большие городища которые уже в восьмом веке это это так называемые фельдбергские городища они большие их не очень много и они скорее всего но связано тоже с встречами с аксами франками то есть этом периоды там с кралом великом но то что мы прежде всего знаем и воспоминаем это круглые городище такие я как кольцевые кольцевые не круглик кольцевые городище который появляется в девятом веке в конце второй половине девятого века в десятом веке они очень типичная может можно даже сказать стандартные появления в это время их очень много трудно назвать цифры но их действительно много они небольшие диаметр там пятьдесят сто метров не больше и они достаточно хорошие деревянные конструкции то есть как как срубные конструкции как дома так и строили эти городища но они высокие то есть стены деревянные срубы которые заполнены землей высотой до 7 метров это так то есть это это конечно но реконструкция понеслась по реконструкциями они остались как валы сегодня это это достаточно хорошие конструкции в отличие от саксонских кольцевых городища которые тоже есть они сегодня по внешнему видео похоже иногда но они другие то есть они совершенно по-другому сконструированы они из они использовались тоже дерево но он не в таком и иногда даже совсем без дерева только из землей из мест сейчас опять слова батарея из зодой зубы плагин то что верная часть дьерна а дьерна и дерновых куски кусков из дерновых кусков они построены они достаточно стабильны но таким образом нельзя сделать такие высокие стены и они гораздо шире и они попроще да и разнообразные и в целом их не так много и они датируются не так тесно то есть это начинается уже там в конце 8 9 до 11 века до примерно то есть немножко пошире вот они поэтому это не одно и то же и славянские городища мы не знаем точно как и какая функция у них была нос скорее всего это были какие-то локальные это 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 места где сидела локальная элита такие местные главные князья какие-нибудь да там вождь на то что чивдомс я правильно что мы можем говорить о том что вот эти городища они как раз символизируют появление более сложной общественной структуры и появление как раз вот этих вождов вождеств чивдомс на славянской территории наверное да а это отражается на материальной культуре которые именно в городище встречается ну то есть я имею ввиду там больше может быть оружие какие-то другие постройки и так далее да да не во всех но обычно есть там там культурный слой в котором находится как раз побольше такие или элитные вещи на то есть это импортные товары это оружие это импортные я имею ввиду там там бусины или керамика из других районов и так далее там какие-то фибулы и так далее то есть элитные предметы которые находятся только там это конечно в разных мерах то есть не везде много но это это находится такие вещи которые обычно в поселениях не находится или гораздо реже и иногда тоже есть стабовые конструкции этих городищах которые в поселениях никого не находятся то есть ну да да так примерно как я понимаю появление вот этих самих городищ и появление элиты говорит нам о том что этому обществу приходится сопротивляться ну там с кем-то воевать и мы понимаем что это скорее всего имеется ввиду запад я имею ввиду запада идет угроза в виде франков и саксов которых покорили уже к этому моменту каролинки так ли это и есть ли следы этой борьбы следы борьбов мало это это есть пожарные горизонты то на на городища то есть но это тоже может быть все что угодно но это это есть и находится тоже на городища такие следы насильственных повышения этих городищ и тоже иногда есть такие очень яркие черты то есть там какие-то какие-то человеческие кости там ворвах и так далее которые покажут что там были борьбы но это это не не очень часто против кого эти борьбы были немного под вопросом и это не только как опять картина не такая простая как нам это иногда представляется надо есть франкой во время карла великого это вот ранее городища я думаю что они скорее всего связано именно с ним и потом может быть еще с викингами зданиями которые тоже влияли это это все а потом вот эти маленькие очень многие городище которые появляются в девятом десятом веке это уже потом патонское время приходит туда и это часто ученые и связывает именно вот патонскими папа нападение на славяне потому что они были достаточно экспансивные в сторону востока но это это наверно правда но не вся правда наверно потому что если смотреть на распределение этих городишь они в принципе везде то есть они не только там на западной линии или на каких-то ограниченных территориях они распространяются достаточно плавно на большую территорию и скорее всего это и тоже отражается конфликты между разными славянскими племенами или ну как группами да то есть и немалый ролл играла торговля с рабами может быть такой вариант что славяне воевали друг с другом чтобы получить люди в плен которые могли продавать обы а кому в этот момент могли продавать рабов вот в этом балтийском регионе потому что мы привыкли к тому что когда мы говорим там про район киева новгород и это такой путь из варяг в греки по которому как раз захватывали и везли рабов на юг туда ну я имею ввиду византию или там в арабский халифат а здесь кому продавали ну теми же людьми этот батистский скажем викингский славянский мир по моему очень тесно связано друг с другом то есть по образом жизни они у них большие сходства они тесно друг с другом связаны более чем христианские империи которые уже были в это время на время но они потом появились на на берегах на берегу и батистского моря были этим импория на то есть это такие торговые города на берегу где все встретились на то есть это это основном конечно викинги так скажем которые там торговали туда пришли и те которые жили в окрестностях и которые туда привезли свои товары в том числе может быть и рабы это все достаточно сложно доказать потому что как раз для торговли с рабами очень мало следов это как это ловить иногда есть и это ну как они браслеты железные а аковы ну да такие находки есть но они редкие очень но наверно это торговля с рабами играла очень большой роль и может быть это это только тоже гипотеза что это связано с этими городищами и славяне как единства такого не было это они постоянно воевали друг с другом или дружили друг с другом в разных группах и и также уже карел великий он пактовал там с абудритами против лутицев то есть там даже даже и для кала великого это было неважно что они были там неверующие да не крестьянами то есть чтобы с ними вместе воевать против другие то есть там политика была важнее чем вера и славяне они их только довольно постно в источниках это есть что они называют называться славянами но не их они сами себя то есть это тоже только западные источники которые те там да они славяне но они себя скорее всего не видели как славяне как единство это были там или дутицы или а вот виты или то есть это своя идентичность была гораздо уже то есть как обычно тоже как как немцы или не знаю на там гораздо важнее было какой какая племя и так далее это это к сожалению так что видимо реальность всегда сложнее чем мы это хотим или как мы думаем а вот вы упомянули о включенности славян в балтийскую торговлю я думаю не только рабами но вообще в принципе весь этот мир балтийский насколько насколько вообще в принципе вот там какие-то северные славянские вот эти территории могли участвовать в тех же самых походах викингов вообще быть включенными вот в эти все процессы насколько я знаю были какие-то все-таки викинги славяне я думаю что запросто они могли бы и и скорее всего это так и было то есть я думаю что это действительно опять как я уже раньше сказал разница больше между простым народом и элиты на то есть и славянская элита я думаю что у них были тесные связи с другими элитами европы скажем так они же стали потом крестьянины некоторые из них и жили и у других и славянская элита запросто могла участвовать в таких викинги если взять керамика до керамика тоже доказательство того что то что были такие связи поэтому мой вокруг бальтийского моря и южной скандинавии мы найдем так называемый остеевар до бальтийского керамика бальтийского типа это 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 по характеру славянская керамика который достаточно высокого качества если взять викингская керамика это вообще у них конечно многие хорошие другие предметы но керамика у викингов очень некачественная как раз славянская керамика очень высокого качества не вся но есть типа вот фельдбергская керамика и вот эти остеевар батистка славянская керамика она находится не только в южной балтике но и в скандинавии и на западе в этом районе то есть вокруг батистского моря и это тоже доказательство того что были очень тесные связи мы не знаем были ли там славяне которые там делали эту керамику или привезли или по этому образу делались и это это сложно сказать опять же я думаю что это будет действительно очень тесные связи и не так просто их различить до здоровья несколько может быть это не игра на такую роль для этих людей того времени на кто-то ты давай ты с нами но вот сейчас это играет большую роль и поэтому я не могу вам не задать этот вопрос я думаю что вы знаете историю о том что некоторые люди уверены у нас в россии что тот же самый рюрик и призвание варягов это на самом деле люди пришли как раз из этого региона что это западные славяне как вы к этому относитесь как археолог как историк специалисты эти этом регион я я я не вижу так как доказательства для этого что лишь из южной балтики то есть связи слишком слабые скажем так я думаю сейчас достаточно хорошо доказано что варяге из скандинавии пришли и этот это вся эта дискуссия она довольно искусственная и это связано как раз как вы сказали что сегодня это играет большую роль да и вот в чем именно в этом и проблема это конечно это логично мы всегда задаем историку такие вопросы которые нас сегодня интересуют это это наша точка зрения но для людей тысячи лет назад были другие вопросы важно и как раз все это вопрос этноса он сложный вопрос потому что этнос идентичность это такие очень относительные вещи и мы сегодня это ну да я думаю что можем понять но сложнее потому что это мы живем после 19 20 века и то что происходило и в 19 и 20 веке связано с этими вопросами это влияло очень сильно на наши на то что мы думаем и как мы думаем и именно в это время и история и археология развивалась и поэтому они занимались конечно этими вопросами с первого начала то есть это самые главные вопросы археологии 19 20 века но они такие вопросы они не отражают реальность того времени то есть это это интересно конечно как это развивалось и развивалось но я думаю что там там еще много других моментов которые были гораздо важнее то есть кто да и кому кто относится но можно былоно и менять и действие И так далее. Ну, это большой вопрос. И то, что, по-моему, следует из археологического материала, что разница, то есть или граница, лучше, граница между славянами и скандинавами, скажем так, не такая четкая, как мы иногда ее ищем. Да? Очень гораздо больше показывает на то, что такой плавный переход, опять же. Потому что мы найдем такие же вещи и в Скандинавии, славянские вещи и в Скандинавии и так далее. И тоже многие вещи, которые мы не можем так точно сказать. Это скандинавская вещь. Это славянская вещь. Это скандинавская вещь скандинавского облика. То есть это такие, да? То есть они были через несколько поколений тесно связаны друг с другом и, конечно, влияли друг на друга. Хорошо. Тогда давайте вот про следующий этап. Когда вы уже упомянули Атонов, которые организовали экспансию и, собственно, уже завоевали эти земли. Как это происходило и насколько быстро произошла ассимиляция этого населения? В начале 10 века, то есть в 928-9 году завоевали эту большую территорию восточную. То, что сегодня восточно-германская территория, там, славянскую территорию. Это был Гайнрих первый. И это происходило достаточно быстро. Вот в течение, там, двух лет. Но это было ненадолго. И они... Видимо, главная цель была просто их присоединить как-нибудь и получить от них долги. И всё. То есть были основаны тоже епископы. Епископские, да. Епископские. Но христианство не быстро было принято славянами. То есть они не так... Народ не принял христианство. И потом, ближе к концу 10 века, было восстание. И их выгнали оттуда, скажем так. Очень так просто, скажем. То есть епископские были разрушены. Все были выгняты оттуда. И эта территория между Эльбой и Удром, то, что сегодня Меккленбург, да. Там, в общем-то. Не было возможно для оттонов это всё получить обратно. После восстания. Были попытки, постоянные попытки опять же это завоевать, но бессуспешно. И там это довольно интересно, что происходило потом в этом районе, потому что это было поганство, то есть они... Язычество, да. Язычество. Они не приняли христианство, и вокруг них уже потом, в 10 веке, даже в 11, вокруг них везде были христианские империи, и славянские в том числе, да. В Польше там пиасты и так далее. То есть вот такая язычество, язычественный остров, который достаточно долго. И оттуда мы знаем довольно много о язычестве славян из источников, потому что христианские источники, в них там описано, какие там у них традиции, какая у них вера, культы, наверное. Культы, да. Какие культовые центры, как это все будет. Но это, скорее всего, это как реакция на христианство, на христианизацию. То есть это нельзя брать так, как часто это делится, что это старые славянские традиции, которые там они принесли из давних времен. Но это, скорее всего, это такое развитие, которое развивалось именно как реакция на окружающий христианский мир. Это довольно важный момент. Это как альтернатива, да? Альтернативный образ жизни. Мы сейчас живем по нашему образу жизни и вам покажем, что мы можем и по-другому. И интересно то, что связи и влияния все-таки были. Это мы видим и в материалах, археологических материалах, то есть там общее развитие форм и предметов. Это все подходит и в общую картину. И тоже они перешли на ингумацию перед тем, что приняли христианство. То есть трупоположение. Трупоположение, да. То есть такие влияния все-таки были, только они жили по по-язычественному культу и веру. Я так понимаю, что в этот момент еще и хозяйство вообще начало меняться. То есть это тоже влияние оказывало. Хозяйство менялось, сильно менялось потом. То есть там был в XII веке, в XI-47 году, по-моему, этот Венденкройцзуг. Это обычно в это время ходили на Близкий Восток, да, рыцарь и так далее. Но тогда, в XII веке, они решили, что не надо так далеко дойти. Там у нас есть свои языческие. Ну да, да, да. Крестовые слова, походы на славян, да, я понял. Да, да. И пошли туда. И это было тогда более успешно. И в течение XII века христианизация прошла. Да, пошла. И самой успешной была поселенческая политика, скажем так, что пытаюсь объяснить. был Хейнрих Лев. Ричард Львиное сердце, видимо. Да? Нет? Нет, нет, нет. Нет? Хейнрих Лев. Хейнрих Лев. Он был князь, но он себя вел как корол. Он был достаточно сильный. в XII веке он основал Брауншвейг, Радзебург, Любек, да, такие швирин, его города. И у него была интересная политика. То есть, он пригласил переселенцы, он пригласил людей из Запада переселить туда, на новые освоенные территории, и им дал привилегии. То есть, там, они должны были первые годы там деньги заплатить и так далее. И поэтому они пришли, это то, что мы называем экспансия на восток. То есть, это было начало периода этого экспансия на восток. Это германские не только немецкие, там и другие люди, переселенцы, которые там переселились на восток. Сначала, конечно, на эти близкие территории, и потом на северо-восток. Это был Тевтонский орден с ними, и туда дальше, на территории сегодняшней Украины, Румынии и так далее. То есть, это все 12-13-14 век такой процесс начался. И это был, конечно, успешный вариант, потому что там произошло изменение людей, новый народ. То есть, они как бы вытеснили предыдущее население, или как минимум стало их больше, и они его смогли ассимилировать за счет этого? Ассимилировались, да, то есть, там никто не был, они не выгнали их, то есть, славяне, которые там жили, они там и остались. Может быть, иногда отдельно, но чаще всего, видимо, как-нибудь вместе, то есть, хотя бы через некоторое время, и они перемешивались, и меняли права, которые там были, веру, то есть, христианство, и хозяйство, тип хозяйства был другой. То есть, там, в принципе, весь образ жизни, поменялся, и тоже язык потерялся, и материальная культура достаточно быстро исчезала, то есть, мы, то потом, после 12-13 века, мы не различим в материалитуре славяне, хотя мы знаем, что они там были, они и в источниках есть, то есть, язык еще некоторое время осталось, и в некоторых районах тоже очень долго, как у Сорбы до сегодняшнего дня, то есть, в Кермании же есть славянское меньшинство, вы, наверное, знаете, флужицы, там, в этом районе, в этом районе, в этом районе, да, да, у них свой язык, они с тех времен, они сохранились, это даже два или три языка разные, и в районе Эльбе, где я работал, Вентланд, то есть, это даже западно, на западе от Эльбы, этот район Вентланд называется, то есть, славянская территория, и там тоже был свой язык, травино-пулапский, славянский язык, который жил до 18 века еще, да, то есть, в отдельных районах это подольше, но в целом, в общем, это было около в 14 веке, наверное, весь славянский язык исчез, так, и материальные, но материальная культура сразу, то есть, там это действительно только в начале, в начале есть постнославянская керамика и немецкая керамика вместе, но это очень короткий период, потом это все, они все переходили на образ жизни, на хозяйство, на материальные культуры, новых хозяин, но, видимо, какие-то суеверия или такие народные там традиции, это сохранились по-дольче, то есть, там следы можно было и в 12, и в 19 веке еще найти таких районах, и в Энтланде есть тоже такие этнографические исследования, которые такие, такие старые там, там суверия и традиции, что догументируются и в начале 20 века тоже. Но сейчас такого уже нет, мы сегодня в 21 веке живем в совсем другом мире. Глобализация, в принципе, там уже нет. То, что сохранились, это, конечно, тупонимы, название мест, если поехать через восточную Германию, там большинство местностей это славянские имена. Но еще и фамилии, насколько я понимаю, много немецких фамилий на Ов, это вот все славянские. Да, 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 многие. Но это разные войны, то есть, там еще есть, если брать, я сам из Берлина, и Берлин вырос, конечно, очень сильно в конце 19-го, 20-м веке. И тогда уже из Польши очень много переехали. И также, ну, все промышленные районы Германии, также там Фруогбит, да, на Западной Германии, там тоже очень многие славянские фамилии, польские основном. Это связано с таких войн переселенцев. Ну, что ж, как говорится, раскопки продолжаются, и я уверен, что через несколько лет мы сможем рассказать еще больше подробностей о жизни западных славян. Однако, даже на современном этапе мы совершенно не исчерпали всего того археологического материала, который позволяет нам поговорить об отдельных аспектах жизни этих племен. Я уверен, что мы будем возвращаться к этой теме, еще неоднократно поговорим с Йенсом о западных славянах. Напоминаю вам, что вы сами можете обеспечить себя этой качественной современной научной информацией об истории, если оформите платную подписку на сайте прошлое.ком слэш донейт, если вы живете в России, или станете нашим патроном на сайте patreon.com если вы живете за границей. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok